Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии Умарти Киев. Коротко о некоторых темах. Из Карачаева Черкесии в зону проведения СВО направлена техника, приобретенная на телемарафоне «Всё для победы». 32 школьника, потомка семей, которые приютили в ауле Беслинеев в годы Великой Отечественной войны ленинградских детей, в эти дни побывала в Санкт-Петербурге. В республике период активности клещей. Зарегистрировано около 50 случаев укуса. И в региональной столице пройдет весенняя серия игр Лиги Эрудитов. Далее об этих и других темах подробнее. Делегация Южной Осетии во главе с президентом Аланом Гоглоевым с рабочим визитом посетила Карачаево-Черкесию. С гостями встретился руководитель региона Рашид Тимрезов. Южную Осетию, которая в этом году отмечает 15-летие признания России независимости республики, мы считаем братским регионом. «Исторические, культурные и экономические связи между нашими регионами – основа нашего постоянного взаимодействия», – написал в своем телеграм-канале Рашид Тимрезов. Юго-осетинская делегация в Карачаево-Черкесии приняла участие в мероприятиях по случаю празднования Дня Святого Георгия Победоносца в селе Коста-Хитогорово, названного в честь поэта и основоположника осетинской литературы Коста-Хитогорово. Члены делегации возложили цветы к памятнику воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, и обелиску погибшим детям Беслана, а также к Вечному огню у музея-защитникам перевалов Кавказа, где ознакомились с его экспозициями. По традиции, в преддверии Дня Победы в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» установили стену памяти. Экспозиция размещена рядом с амфитеатром и аллеей воинской славы. Ее открывает стенд, посвященный уроженцам республики, 29 героям Советского Союза и России и 8 полным кавалерам Ордена Славы, а также воинам-освободителям Черкеска. Впервые стена памяти в республиканском центре появилась 8 лет назад. На 64 стендах размещено более 4,5 тысяч фотографий ветеранов Карачаева-Черкесии. Из Карачаева-Черкесии в зону проведения СВО направлена техника, приобретенная на телемарафоне «Все для Победы». Это тепловизоры, антидроновые устройства, коптеры, оптические приборы для визуального наблюдения, а также письма с добрыми пожеланиями, теплыми словами и другая гуманитарная помощь. Кроме того, от региона были направлены два автомобиля скорой помощи после ремонта. Все виды дополнительных технических средств приобретались по заявкам наших военнослужащих, с которыми постоянно находимся на связи. Техника была приобретена на средства, собранные единым штабом по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей на благотворительном телемарафоне на телеканале Архас-24 в рамках акции «ОНФ – Все для Победы». Свой вклад в общее дело внесли и школьники Карачаева-Черкесии. Учащийся одной из школ республики Андрей передал через своего отца устройство для улучшения работы дронов, напечатанное на 3D-принтере. Это в очередной раз доказывает, что народ сплотился в желании защитить свою родину и поддержать тех, кто сейчас на передовой. Верой и правдой служат России и оберегает ее многонациональный народ. Оценил поступок юных земляков глава республики. В Карачаево-Черкесии проходит ежегодная всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Это символ объединения и помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. С 20 апреля по 22 июня по всей стране волонтеры распространяют значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Их также можно приобрести на популярных маркетплейсах и в магазинах у партнеров-организаторов акции благотворительного фонда «Память поколений». Все собранные средства направят на оказание медицинской помощи ветеранам. В прошлом году в России по итогам акции удалось собрать более 28 миллионов рублей. Правительство Карачаево-Черкесии утвердило региональную программу модернизации системы коммунальной инфраструктуры до 2027 года, который включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства республики, а также на повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения и улучшить условия проживания жителей в 14 населенных пунктах республики. Об этом сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ Зульфира Бачаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и с замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. А в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Осьчугута-Терезе продолжаются масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники будут менять старые основания последовательно на отрезках не более 3-х километров. Подробности сообщил главный инженер управления Карачаева-Черкесск-Автодор Моя Отхутов. У нас проводится замена основания земляного полотна. Также будет проведено двуслойное сферто-бетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров. Новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги барьерным ограждением. В рамках соглашения о сотрудничестве между Карачаевой-Черкесией и Санкт-Петербургом группа из 32 школьников из аула Беслини в сопровождении взрослых побывала в Санкт-Петербурге. В рамках празднования Дня Великой Победы правительство северной столицы страны организовало культурно-образовательную поездку для детей потомков семей, которые приютили в ауле Беслини в годы Великой Отечественной войны ленинградских детей. Глава республики Рашид Тимрезов выразил слова благодарности своему коллеге-губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за организацию поездки и сотрудничество между регионами в культурной и образовательной сферах, а главное – за сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, когда люди из разных уголков большой страны стали одной семьей, берегли и защищали друг друга. 11 мая в Черкесске пройдет весенняя серия игр Лиги эрудитов, в которой сразятся команды интеллектуалов. 12 регулярных команд из высших и среднепрофессиональных учебных заведений Карачаева-Черкесии будут участвовать в чемпионате и получать очки за победу в играх и бонусы за выполнение дополнительных условий. По суммарному итогу в конце года будет определена самая эрудированная и организованная команда. Цель мероприятия – развитие в студенческой среде тренда на интеллектуальный досуг. Жители республики смогут пройти переобучение и выбрать специальность на основе своих предпочтений в рамках программы «Организация профессионального обучения и дополнительного образования безработных граждан», включая обучение в другой местности. В случае, если гражданин затрудняется в выборе профессии, ему помогут специалисты центра занятости. В рамках услуги гражданину подбирается рекомендуемый перечень профессий для обучения. Подробности сообщила начальник отдела профориентации и профобучения центра занятости Черкесска Наталья Пожидаева. Услуга оказывается в том случае, если гражданин утратил способность к выполнению работы по имеющейся профессии или же он желает стать более конкурентоспособным и приобрести новую профессию. Для оказания этой услуги он обращается в службу занятости. И уже непосредственно специалисты нашего отдела профориентации и профобучения знакомят его с перечнем курсовой подготовки. По необходимости проводится с ним работа по профориентации, возможно провести тестирование, определить его профессиональные склонности и выбрать уже непосредственно специальность, по которой желательно гражданину данному пройти обучение. Обучение будет проходить только в том учебном заведении, с которым уже служба занятости заключила договор. Я могу сказать, что в прошлом году у нас прошли обучение 89 человек, из них были женщины, которые находятся в декретном отпуске, 6 человек. У нас прошло обучение пенсионер, который стремился возобновить трудовую деятельность. У нас были 6 человек инвалидов молодого возраста, у нас были 76 человек из числа безработных граждан. В 2023 году республиканская программа по обустройству мини-садов интенсивного типа будет реализована на территориях личных подсобных хозяйств в трех районах Карачаева Черкесии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Анзор Боташев. Данный проект был предусмотрен до 2022 года. За этот период мы успели все районы охватить. В каждом районе было кооперативно и было заложено более 30 гектаров садов. 315, если не ошибаюсь, личных подсобных хозяйств. С этого года по поручению Рэш-Порисповича мы продлили региональную программу. И как минимум до 2022 года данная программа будет работать. В этом году планируется хватить три района поддержать третьих хозяйственных кооперативов. Соответственно, это получится где-то 90 личных подсобных хозяйств. Складывающиеся климатические условия республики способствуют активизации насекомых, в том числе клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. На сегодняшний день зарегистрировано 47 случаев укуса клещей. В частном домовладении в Карачаево Черкесии выявлен подпольный зоопарк, где незаконно содержали 30 леопардов, львов, тигров и пум. Комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Росельхознадзора Екатерина Тутыхина. Северокавказское межрегиональное управление Росельхознадзора выявило незаконное содержание опасных хищников в культурно-зрелищных целях на территории станицы Кардоникской. Животные содержались в частном домовладении, вход на территорию был закрыт. При осмотре задней части территории выявлено наличие клеток для содержания животных. Анализ данных системы Меркурий показал, что недавно на площадку предпринимателя поступило 9 хищников, 2 черные пантеры, 3 африканских льва, 2 тигра, персидский леопард и волк. Всего на учете в Управлении ветеринарии Республики у индивидуального предпринимателя Декушева состоят 30 хищных кошек. Использовать животных в культурно-зрелищных целях предприниматель не имел права, так как у него отсутствовала лицензия. Управлением Росельхознадзора объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. В адрес прокуратуры направлена информация для принятия мер. Торговля препаратами для похудения, которые содержат в своем составе сибутрамин, обернулась для 60-летней жительницы Ногайского района возбуждением нескольких уголовных дел. Ведь оборот этого сильнодействующего вещества в России ограничен. Бизнес-леди занималась контрабандой указанного вещества из Казахстана. Оперативники во взаимодействии с сотрудниками Минераловодской таможни на одной из сортировочных станций Черкеска обнаружили две посылки с указанным препаратом. Одна поступила из-за рубежа на имя подозреваемой, а вторую намеревалась отправить сама женщина. Из почтовых отправлений было изъято 36 металлических коробок, в которых, согласно экспертизе, находился сибутрамин общей массой 400 грамм. Злоумышленница была задержана в момент, когда она с очередной заграничной бандеролью вернулась с почты домой. В ходе обыска ее дома обнаружено большое количество упаковок от аналогичных препаратов. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачно, местами кратковременно дождь, гроза, утром местами туман, ветер с северной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 10-15, в горах местами плюс 3-8, свыше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В Черкесии кратковременно дождь, ветер с северной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 13 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении, стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.